Настоящий внедорожник с богатой родословной, мощный и проходимый практически везде, пропавший на целых 25 лет и триумфально вернувшийся полностью другой машиной, но сохранив при этом свое ДНК. Гордость американского автопрома Форд Бронко. Ну а прямо сейчас подробнее. Напомню вам, что идея создания универсального автомобиля под маркой Форд принадлежит Дональду Фрею, который был непосредственно связан с разработкой первого Мустанга. Концепт внедорожника был гораздо более оригинальным. Собственная рамная платформа с новой подвеской и уникальный кузов. В 1966 году свет увидела первое поколение Форд Бронко. Автомобиль должен был составить конкуренцию GFC J5, сильно напоминавшему военный Вилли с времен Второй мировой, и более новаторскому и гражданскому скаут от International Havista. Второе поколение модели из общего с первой моделью имело только шильдик с названием, так как базировалось на шасси Форд Рейнджер с 1984 по 1990 года. Внедорожник сменил пять поколений и прекратил свое существование. И вот совсем недавно компания заявила о возрождении модели, правда уже не на платформе рамного Ford F-Series, а на архитектуре нового Рейнджера. При этом за все время существования Бронко впервые превратился в среднеразмерный SUV. Возрожденный Бронко позиционируют как сплав классического стиля и новейших инженерных разработок, ориентированный на любителей активного отдыха и серьезного бездорожья. По словам гендиректора Форда Джима Фарли, модель совмещает прочность пикапов F-Series, спортивный дух Мустанга и функциональный дизайн, вдохновленный оригинальным Бронко образца 1965 года. Что же интересного произошло со внешностью? Естественно, новый Бронко заполучил светодиодную оптику и растянутая на ширину всей решетки радиатора название модели. Крайне важное дополнение. Внедорожник получил двухдверные и четырехдверные модификации. Это помимо того, что и те, и те идут как с мягким верхом, так и с жесткой съемной крышей. А еще модель получила еще одну версию Бронко Спорт. Поперечная кузовная распорка крыши находится не между первым и вторым рядом, а за задним сидением. Также приятным бонусом этого внедорожника являются съемные двери. Кстати, инженеры продумали вариант с зеркалами заднего вида, расположенными на кузове, чтобы избавить владельцев от дополнительных проблем при снятии дверей. Запасное колесо крепится непосредственно на дверцы багажника. А еще больше агрессивности и внедорожного вида машине добавляют огромный расширитель арок. Ведь при покупке нового Бронко можно взять себе 35-дюймовые внедорожные шины. По словам главного дизайнера Пола Рейта, с помощью одного часа и гаечного ключа вы можете разобрать этот грузовик, имея в виду панели кузова, которые можно легко снять. Он особо отметил, что расширители крыльев снимаются за секунды, а заглушки бампера могут быть сняты для увеличения зазора между колесами. Интерьер внедорожника продуман до мелочей. Не будем забывать, что это модельный ряд 2021 года. Соответственно, даже в минимальной комплектации здесь уже установлен сенсорный экран мультимедиа на 10,25 дюйма. Опционально доступен на 12 дюймов. Все физические кнопки утоплены таким образом, чтобы не задевать их, допустим, смахивая тряпкой пыль. В базе внедорожник получил кондиционер. В топе – двухзонный климат-контроль. Естественно, что сидения сделаны из грязи, отталкивающей ткани. В более дорогих комплектациях можно получить подогрев переднего ряда, отделку руля и ручки переключения передач кожи с контрастной прострочкой. А вот то, чего действительно не ожидаешь, так это специальные ручки, установленные по бокам торпеда и внизу центральной консоли. Благодаря им ни один человек из машины при преодолении бездорожья не вывалится на улицу, при условии, что будет крепко держаться. Еще одно неординарное решение, дающее понять, что перед вами точно внедорожник, так это дренажное отверстие в днище, предназначенное для смыва грязи с пола салона. Говоря чуть ранее, что это все же современный бронко, я имел в виду, что машина напичкана всевозможными системами и функциями, помогающими водителям. Например, здесь устанавливаются камеры кругового обзора, причем даже над передними колесами, чтобы полностью контролировать процесс передвижения по бездорожью. Система удержания в полосе движения, ассистент предотвращения столкновений, функция автоматического переключения с дальнего света на ближний и еще опционально можно установить интеллектуальный круиз-контроль. Теперь немного о технической составляющей. Под капотом бронко находятся уже знакомые бензиновые моторы семейства Экобуст. Первый – это рядная турбо-четверка рабочим объемом 2,3 литра, реализующая мощность в 274 л.с. и 420 Нм максимального момента. И В6 на 2,7 литра, мощностью уже 315 л.с. и 542 Нм момента. И если первый был встречен общественностью с опаской, то в случае с В6 потенциальные покупатели крайне довольны. Приятный бонус от инженеров состоит в том, что для младшего мотора они доработали и установили семиступенчатую механику, где 6 непосредственных передач и специальная длиннорядная, созданная специально для того, чтобы забираться по скалам. Альтернативным вариантом стал 10-диапазонный автомат. Внедорожнику по умолчанию положен полный привод с раздаточной коробкой с тремя режимами и передаточным отношением понижающей передачи 2,72 к 1. За доплату предложат электромеханическую раздатку с функцией On Demand 4H и передаточным отношением 3,06 к 1. В числе других особенностей мосты Дана с блокировками дифференциалов, независимая передняя подвеска, продвинутая система стабилизации, 7 калибровок ездовой электроники на выбор, круиз-контроль для бездорожья. Автомобиль предлагается в базовом исполнении за 28,5 тысяч долларов. Ну что же, подписывайтесь на наш канал, кликайте на колокольчик, чтобы не упустить новые выпуски и смотрите больше интересных новостей. Пока!